так выглядит музей анталии античная полу статая без ноги и без головы гробница какая-то и вы с отбитыми носами варвары какие-то отбили видать ухты классно смотрится люди есть коляски для нуждающих проходы через турникет и эскалатор обязательно этот самый металлоискатель мы на центральном входе спросили видео можно снимать фото снимать тоже можно без вспышки мы естественно не курить не пить вести себя культурно начнем история от зарождения турции а вот здесь мы были это спальные гробницы мира и вот здесь мы были они вот там и были жалко не подписано тут ничего а верху написано это читать вот здесь это мы вот тут были аспенда вот этот вот театр это сцена и более поздние времена это такая краткая понимаю хронология интересно как выяснилось 20 долларов отошелся на троих у и так эти самые то исторические смотри материи окаменелые остатки растений рыбка какая-то каменный период получается всякие опера с наконечники кость маммута и пивень маммута и пивень маммута и тут музей антарии видел пивень маммута Так, ну вот, тоже бивни, клыки, рога, косточки. Я не буду задерживаться, кому надо будет остановить кадр, прочитать потом. В общем и целом, это наш краеведческий музей, первое орудие пыток. Это первое орудие труда, а вот это уже пошел бронзовый вверх. Вот сейчас мы туда тоже подойдем, в такой большой кувшин. Первая керамика бронзового века. Играет музыка. Играет музыка. Проходим дальше. Проходим дальше. Ну и заканчивая экспозицию. Вот так вот хоронили людей. По семь человек в одном захоронении. Э hè. Эй. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok в общем в каждой скульптуре есть свое описание надо стоять читать это вы не будете смотреть такое длинное видео и тут есть еще одна потайная комната тут тоже отдельной экспозиции всего ну и входим дальше тут конечно вообще фантастика фигуры огромных размеров статные кондёры очень красиво монументально это у нас гермес ну естественно это все наверху тоже настоящие то есть это не какая-то там лепнина это фрагменты исторически а это у нас геракл кто не видел геракла пожалуйста вот он в таком виде а вот тут можно листать вот там стрелочка вот 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 такая вот электрон электронная книжка чит я не нажимаю ничего он уже играет а можно играть ими да ну вот так вот можно играть фигурками у нас тоже такого нету это у нас это у нас марсес я вообще мифологии абсолютный ноль а это подвиги геракла интерактивная книжка и можешь проходить все подвиги вот так следующее следующее у нас начинается все-все-все подвиги аудиевые конюшни это шахте вы конюшни кое-что я еще помню интересная такая вот вещь когда ребенок играется спокойно поснимаю мне интересно это больше для взрослых конечно вот 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 цепальницы гробницы пошли ну каменные внутри никто не лежит кому интересно тоже читать не буду саркофаги о правильно гробницы гробницы вспомнил это слово саркофаги бывает как зациклит что-нибудь так очень крутые саркофаги тоже отличная работа по камню такие мелкие детали вот есть резьба интересно вот крутейший саркофаг видите тоже очень такая работа интересная интересная чей непонятно конечно крутая штука как они здесь все поднимали клали прятали ну вот видите естественно их всегда потом грабили вот разбивали туда пролазили и все выносили так а это китакиси я правильно понимаю это саркофаг написанное геракли ланди да саркофаг геракл вот это саркофагисов в гераклус вот он так на картинке вот он если я правильно понял это он и есть кто не знает посмотрите даже цветы ходим дальше по залу саркофагами тоже все читать не буду тоже гробницы гробницы это иллюстрация раскопок это понимаю елки-палки я и не заметил обалдеть я и не заметил что подо мной находится а я мимо прошел круто тоже экспозиция тоже геракл да это тоже геракл вот можно почитать на телевизоре все это их тут два кстати ну вот тоже пример варвар варварских разграблений этих саркофагов разбивали доставали чего это дионисиус понятно это ох какая красота это работа конечно тяжелей и камень даже очень но как бы есть мягкие сорта камней которые легко обрабатываются из твердое приезжайте в музей кто будет в анталии приезжать заходите деньги и сейчас мы пройдемся по монет кто любит нумизматику тоже приезжайте музеем талии посмотрите уникальные монеты есть подозрение что это серебро silver 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 да купер медь серебряные дирхам не знаю что такое медь серебро в основном монеты разные всякие но очень интересные монеты тоже silver 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 серебро арабская вязань на них в большинстве из них так ну и тут флаг большой красивый и тут где какие монеты были найдены описание как что кто все эти вещи на двух языках нет одном на не на 2 на турецком и на английском и вот тоже монеты честно говоря я в них разницы а вот таких я еще не видел она очень старая скорее всего монеты на 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 какой где эта камера 186 а вот хватит камера не схватит все-таки на телефон снимания и переходим следующий зал с которого мы вышли тут честно говоря и так плохо видно очень темный цвет синий ну наверно для того чтобы не разрушались экспонаты скорее всего какое-то специальное освещение тоже фигуры статуи статуэтки а вот это интересно тоже смотрите какие вещи какие-то всякие ладанки и масленки мини фигурки маленькие очень интересные мы большие тоже здесь без этого никак там приходим сюда тут камерные фигуры такие сейчас отвлекусь есть еще такие экспонаты украшение разнообразные золото позолота кожи не знаю что это вот миниатюра и для для увлечения есть камера не возьмет но в общем есть увеличительное стекло если вы хотите вы сможете подойти и посмотреть и времена христиан икон интересуется тоже приезжайте смотрите это я так понимаю отсутствие почему нет нет наверное все таки что-то другое я тоже такой верующий и вот тут еще одна экспозиция хотел бы вот такое есть пригоршнями можно приходить и брать пригоршнями можно приходить и брать обоих совсем таки просто блинчик печать раздавили и все вот так это выглядит а вот так какие вот монеты серебро в основном интересно а вот и золотишко мы с вами попали в выход на выходе очень тепло тут тоже есть фанаты которые хранятся практически под открытым небом и на территории музея тоже есть разные скульптуры сейчас мы пройдемся я поснимаю такие вот сосуды большие не знаю что в них хранилось может зерно может еще что-то ну и там тоже за музей можно зайти там тоже еще какие-то фанаты никуда не пойдем пройдемся сейчас тут по олейке и пойдем на выход на территории музея есть курятник вон петушок стоит ну видите не вру вот если вы устали есть столики можете присесть отдохнуть там вон люди отдыхают тоже разнообразные тут колонны тоже сосуды тоже столики по-моему там кафешка но мы туда не пойдем вот так вот и там вон фазан павлины ходят смотри видели павлинов вот они грибутся как куры в навозе обалдеть с подрезанными хвостами все как положено ну и кафешка ну на самом деле тут не только кафе тут еще и сувениры такой вот на территории музея Анталии такие вот разные вещи интересные такие красивые вещи можно купить статуэточки все разрешают снимать на видео никто тебе не дергается вот вам пожалуйста со святым Николаем иконки можете купить напоминать и никто на тебя не кричит не снимать не снимать уберите камеру ну и такое всякое анталия все друзья вот и закончилась наша экскурсия по музею Анталии мы скупили себе сувениры вот сейчас немножечко передохнем и уже пойдем в отель потому что очень жарко будем отдыхать приезжайте тоже в музей Анталии интересно подписывайтесь на канал я снял много новых видео для канала поэтому будет много интересного еще о какой кактус интересный и вот на фоне этого интересного кактуса мы с вами закончим нашу встречу всем до встречи всем пока